Друзья, всем привет! Меня зовут Михаил Йодин, я рад вас снова видеть у себя на сайте makeyodin.net Друзья, сегодня мы с вами поговорим о моем плагине, который называется Custom Buttons, с помощью которого вы, если вы об этом не знаете, вы можете создавать свои кастомные кнопки с пресетами и с помощью этих пресетов вы можете управлять, например, настройками инструментов, настройками создавать пресеты для объектов, которые быстро будут появляться в сцене по нажатию одной кнопки. Вы можете на эти кнопки, на ваши пресеты, назначать теги, которые также могут быстро применяться таким вот образом и, соответственно, назначать материалы, слои и рендер-сеттинг, большое количество каких-то других инструментов. Подробнее вы можете ознакомиться с этим плагином по ссылке ниже. А сегодня я хочу с вами поговорить о том, каким образом можно обойти некоторые ограничения, с которыми сталкиваются пользователи при использовании моего плагина. Например, при работе с Redshift, с таким плагином, который называется, с такими вещами, которые называются, например, DomLight. Вот. Скажем, например, у DomLight есть такой параметр DomMap. Давайте вот перейдем в меню Extensions. У меня здесь немного глючит User Interface. Запустим Custom Buttons. То есть в обычном режиме, например, вот перейдем в какой-нибудь параметр. Например, мы хотим какой-то параметр назначить вот сюда. То есть мы просто перетаскиваем, вот мы получаем параметр On. Мы его просто отключаем и получаем Off. И теперь вот у нас есть два таких вот Settings пресета, которые будут, первый у нас будет включать параметр AffectsDiffuse на On, второй будет включать на Off. То есть все понятно, все предельно ясно. Теперь давайте вот уберем это и переключимся на вкладочку General. И у нас здесь есть параметр DomMap, где мы можем назначать карту непосредственно от окружения, где мы можем SGR текстуру подкинуть. Если мы пытаемся перетащить, то здесь ничего не произойдет, потому что этот параметр просто не поддерживается плагинами. И что нам делать в данном случае? Каким образом мы можем этот момент обойти? У меня здесь есть две рекомендации, каким образом можно обойти это ограничение. Мы можем сделать следующим образом поступить. Мы можем создать три кастомных DomLight объекта с назначенными текстурами. Скажем, у меня здесь есть такая папочка с текстурами. Я вот просто беру любую, да, и перетаскиваю на DomLight. И вот мы получаем здесь текстуру. Теперь мы просто берем, сохраняем полностью весь объект в качестве пресета и назовем его DomLight, например, 1. Вот такое имя зададим. Я вам скопирую. Мы теперь сделаем копию этого объекта. Возьмем новую текстуру, перетащим и зададим теперь, соответственно, уже новый объект. Переименуем его. Назадим DomLight 2. Таким образом. Скопируем. Создадим третий. И у него, соответственно, новая текстура будет. Новый файл, HDR, карта. Соответственно, мы его также перетаскиваем. Двойным кликом переименовываем. У нас получается третий, да. Теперь выбираем иконку, выбираем объект, жмем, выбираем здесь Active Object Icon. Соответственно, назначаем эту иконку и жмем Save. Сохраняем. Назовем эту кнопку как, допустим, MyDomLight 1. Это у нас будет первая версия. Сохранили. Теперь следующий момент, как мы можем поступить. Создадим новую кнопку. Эти два нам не нужны. Мы можем управлять вот этим путем посредством экспресса. То есть давайте у DomLight объекта перейдем на UserData. От UserData создадим новую группу. Назовем ее Image Settings. Вытаскиваем. Затем, соответственно, выбираем наш UserData. Назовем его Path. И путь у него выберем, называется FileName. И перетачиваем, соответственно, ниже Image Settings. Вот это Path. FileName. Жмем ОК. И теперь у нас появилась новая вкладочка у нашего DomLight. Называется Image Settings. И здесь мы можем назначать путь. Теперь добавим тег экспресса. Перетаскиваем сюда DomLight. На исходящем параметре выбираем Image Settings Path. Соответственно, следующий DomLight. И Path мы должны соединить с параметром на вкладке General. Его проще, наверное, вытащить. General DomMap. Вот сюда. Но если мы пытаемся его соединить, ничего не получится, потому что, соответственно, FileName не поддерживает параметр соответственно, вот этот вот RS File. Нам нужен какой-то переходник, преобразователь. Тут нам поможет экспресса адаптер Universal. У него выбираем здесь стринг преобразования. И теперь мы путь преобразуем в стринг, в строку. И эту строку мы назначаем на DomMap. Теперь давайте проверим. Мы перейдем на Image Settings. Вот сюда, в этот путь, мы снова назначаем из папки, допустим, какой-нибудь DDS файл, текстуру или карту. Лучше это назвать, допустим. И, соответственно, на вкладке General теперь эта карта назначается. То есть теперь что мы делаем? Теперь мы вот этот вот новый Custom Light объект, мы все его перетащим, назовем, его здесь переименуем, назовем здесь Custom. rs-dom-light-custom. А потом переходим на вкладку Image Settings. И теперь уже вот этот путь, Path, мы сюда перетаскиваем в качестве параметра. И он прекрасно поддерживается. Двойным кликом и вставляем сюда имя файла. Ну и теперь, соответственно, мы просто меняем имя файла, копируем, перетаскиваем, переименовываем. Получается вот таким вот образом. Здесь мы можем просто переименовать, например, взять там 4 поставить, Enter, скопируем, перетащим. Вот здесь 4 у нас уже есть. Давайте выставим 5, например, DDS. Переименуем. Назовем его DDS 5. Вот таким образом. То есть теперь у нас мы создали Custom. Dome-light, не предоставленный, тип пресета объект. И три остальных пресета у нас будет Object Properties. То же самое. Оставляем выбранным наш объект и выбираем здесь Active Object Icon и сохраняем, задаем ему иконку в виде, иконку от активного объекта. Соответственно, сохраняем, выбираем, соответственно, наш Dome-light, MyDome-light 2. Сохранить. Теперь у нас сохранено два пресета. Чтобы они у нас появились вот здесь, Extensions, User Scripts, нам надо перезагрузить Cinema 4D. То есть идем в меню Edit у плагина Restart Cinema 4D. Далее, после перезапуска программы переходим Extensions, User Scripts, Custom Buttons. И вот у нас, соответственно, нам доступны два скрипта. В первом случае мы запускаем скрипт, появляется менюшка с нашими кастомными дом-light объектами. Каждый раз мы выбираем нужный, он подгружается со своей картой, кастомной картой. Во втором случае MyDome-light мы, соответственно, имеем один Object Preset, появляется, соответственно, объект, и три остальные это пресеты, которые меняют просто его настройки. Но они будут работать только с этим объектом, потому что у него назначен экспресса пресет. Выбираем его, переходим к скрипту, выбираем нужный путь, и, соответственно, он здесь появляется, здесь он назначается. И таким образом мы создали два варианта использования MyDome-light объектов в сочетании с плагином Custom Buttons. Друзья, всем большое спасибо за внимание. Заходите почаще на мой сайт mycuding.net Здесь вы можете найти мои коммерческие плагины, которые могут вам значительно облегчить работу в Cinema 4D. И также бесплатные экспресса пресеты, скрипты, небольшие плагины. Друзья, всем большое спасибо за внимание. Всем до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok